да алло здравствуйте добрый день да здравствуйте кто это александрович хорошо слышно меня да кто это звонок из банка синьков отдел реструктуризации мне дмитрий зовут по поводу карта вашей кредитного нашем банке вижу вас затруднения с оплатами хочу вот ищем за связано что произошло с чего не плачете денежки друг мой кончились вот и все вся причина с чем это связано все все то что деньги кончить их потратил во всем это может быть еще связано еще бывают варианты растерял потерял раздал друзья но вот много на что магазинов то видите сколько вокруг а мы же натуре алчные ой что-то то хочется телевизор посмотрите как вы как вы тратили день когда понимали что у вас имеется долг перед нашим банком подождите подождите один а для чего нужны деньги чтобы каким-то образом кубышку складывать нет я не той формации деньги должны работать это субстанция которая подразумевает а обменный процесс деньги деньги да это некая такая вот что ли придуманная самими людьми единица измерения на которую можно обменять все что угодно вот я и обменял свои эти когда вы будете деньги обменивать с вашим банком когда вы вернете долги в наш банк а вот тут получается загвоздочка тут обмена не выходит никакого то есть это просто получается отдать и не получить ничего взамен и здесь я конечно же буду на стороне всего общества цивилизованного и не буду поступать нелогично деньги подразумевает обмен не возвращаются в свое время на но долги людям если человек бьет что-то в долг он как правило заключать долговую расписку вы не знали об этом не договор аферты а долговую расписку а договор аферты в нашем с вами случае не имеет никакой юридической силы хотя в почему нет почему нет почему нет вы можете понимать мне мне все время очень странно почему вы употребляете вот этот на ваш взгляд страшный термин под запись разговора вы думаете можно каким-то менее страстным способом отказаться не под запись и отказаться под запись ну хорошо под запись разговора давайте Что там надо сделать под запись вашего разговора? Вы же уже отказались, да? А я напоминаю, что в зоне анкеты, подписанной вам, содержат все существа условий договора кредитологии. Не, вы говорите внятнее. Я услышал слово анкета. Анкета. Нету договора, с Тиньковым нету самого. Вы эксплуатируете термин. Не говорите со мной в параллель. Давайте конструктивно общаться. Это что за манера такая? Вы же мне позвонили, а не я вам. Итак, вы эксплуатируете термин договор. Ни одного слова в этих бумажках, которые мне выдал этот банк, причем выдал дистанционно через почту России, нету слова договор. Есть слово анкета. Есть такое слово. Есть слово оферта. Слова договора нету. Даже слова расписка нет. Это что значит, по-вашему? Это значит, по-моему, что банку не с чем... Ну, конечно, да, но сначала вы меня выслушаете. Вы еще не начинали говорить, чтобы договаривать. Потому что собеседник ваш сейчас... Я начал ничего не перепилить сразу. Нет, вы начали ахинею нести. Да. А мне кажется, это вы как раз вот эти вещи сейчас говорите. Именно вы это говорите. Вам кажется? Знаете, в общем... Это количество кредитов, которые в карте нашей банка пользуются. Ну, что вы говорите? Вы думаете, что вы один среди миллиона, вы все знаете прекрасно. Нет, вот этот миллион, это ваше многочисленное стадо, которое вы... Точнее, не вы, вы тоже стадо. Вы тоже стадо, которое брак Лихой Тиньков привлекает для того, чтобы вы зарабатывали ему деньги. Вы тоже часть стада. А я вот как раз таки не в стаде, чем очень сильно горжусь. То есть это и так понятно, что банки на этом деньги зарабатывают. Ну, да, 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 да. Вот смотрите, логика-то какая, да? Зарабатывает, ну и пускай себе зарабатывает, только не с меня. Что значит не с вас? Ну, вот то и значит, прям в прямую. То есть не с моей помощью, если вам непонятно по-простому. То есть не за счет меня. Вы в любом случае, я вам гарантирую, вы деньги в любом случае банки. А на каком основании вы такие безапелляционные заявления делаете? Вы юрист? А вы что, а вы думаете, что... Нет, вы пришли на работу в этот банк, прочитав на подъезде объявление. Требуются сотрудники, работа дома за компьютером, либо требуются сотрудники, работа в офисе. А мне кажется, это же ваша работа, нет? Да перестаньте эксплуатировать. Вы же, как раз администратор, вы же как раз уже сидите за компьютером. Это разве не права? Ну, понимаете, я администратор, но я грамотный администратор, в отличие от вас. Что такое грамотность? Грамотность? Это компетенция. На письме грамотный? А как мы это проверим? Не нужно этого проверять, это само собой разумеющееся. Вот вы понимаете, я вот сейчас угадал, да, что вы по объявлению на подъезде, либо на столбе пошли работать взыскателем, думая, что это крутая работа. Вы, мы видим, что работа сейчас говорится, про работа администратора. Не задумавшись, даже не задумавшись, какую пользу обществу вы можете приносить. Да? Так было? Или вы сейчас не готовы проанализировать, как вы оказались вот с этой гарнитурой на башке, около своего собственного ноутбука? Удаленная работа, Тинькофф таких набирает. И вы там получаете за каждый звон. Это то место, где люди зарабатывают деньги, понимаете? И не только. И не только. Вот это плохо. Семья ваша не должна существовать в том плане, что вы не должны размножаться. Такие особи, как вы, размножаться не должны. Это вообще никакого отношения не имеет, Савел Александрович. Вы, вот, если вы хотите, лучше оставьте при себе, хорошо? У меня нет ни одного комплекса, юноша. Ни одного. Обсуждать то, где, как работает. Потому что вы, юноша, мне позвонили. Вы вторглись в мое личное пространство. И теперь я взял на себя безапелляционное право вести формат диалога так, как мне удобно. А мне удобно выяснить, что вы за субстанция. Даже не личность. Субстанция. Знаете, как медуза. Просто. Вот понесло куда-то. Хорошо, давайте. Давайте вы сейчас будете еще самоутверждаться, дистанционно самоутверждаться, что вы с тем администратом, что вы так много всего сделали. Наверное, еще благотворенность занимаетесь, да? Дорогой мой. Что вы такой, такой полезный человек. Если вы думаете, что я буду защищаться от этих ваших маловесомых аргументов, которые вы в первую очередь употребляете для того, чтобы самоутвердиться перед собой, а не даже передо мной. Перед собой. Потому что у вас неустойчивая психика. Потому что вы человек, который не понимает, что вокруг него происходит. И вы не можете контролировать ситуацию. Я даже вижу, что вы говорите. Вот это постоянно вы ругаете. Мне кажется, про психику как раз к вам. Я ни разу не повысил тон. Вы постоянно приходите на Хамского говорить, что вам звонят какие-то иллюзии. Но это же к вам относится, понимаете? Огромная беда того человека, кто пытается самоутверждаться перед самим собой. Еще не так страшно, когда человек... Так это как раз вы этим и занимаетесь. Нет. Так это как раз вы же этим и занимаетесь. Нет, ну это не я же вам позвонил. Я просто отвечаю. И будет возвращать свои долги. Как вы ошибаетесь, юноша. А помните, я вам задал вопрос, на каком основании вы так безапелляционно утверждаете? Вы юрист? Что сподвигнет меня вернуть долг, несуществующий, по моему мнению? Несуществующий. А я вам сейчас договорю, как раз вы меня перебили. Хорошо. Что за время анкета, подписанная вами, содержит все существа сложных договора кредитования. Слова только не глотайте, будьте любезны. А то я не до конца вас понимаю. А вы не перебивайте меня. Ну я же прошу вас просто внятнее выражаться, всего-то навсего. А то же получается... Я же не говорю, что вы тоже некоторые слова, скажем так, произносите очень даже... Неправда. Я разделяю слова и термины. Это правда. Договор считается заключенным на основании статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации. Датой начала действия договора является дата активации карты. Надеюсь, к этому вопросу мы больше не вернемся. Это в договоре написано у вас. Точнее не в договоре, а в правилах к аферте. Это так у вас написано. А аферта не может стоять выше закона. Итак, какую статью вы сейчас эксплуатировали, напомните, 304-ю? Да? Нет, вы слушали меня очень невнимательно. Да, я признаю, невнимательно. Я прослушал. 434-я статья Гражданского кодекса. А, 434-я статья. Давайте мы сейчас вместе ее загуглим. Юноша, вы готовы вступить в дерьмо? Форма договора. Что вы сейчас говорите? Форма договора. Договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма. Итак, расшифровываем первую статью. На основании... Дальше, читайте. Секундочку, почитаем. На основании закона о банках и банковской деятельности денежно-финансовые отношения, то есть формат «дал-взял» должны фиксироваться только исключительно долговой распиской. Именно. Друзья мои, ну, судя по этим звукам, вы поняли, да, не получилось закончить этот прекрасный, на мой взгляд, диалог. Герпей Садольфович в очередной раз раздавил очередную букашку под названием «Старший сотрудник банка Тиньков» или там что-то там одела, не одела, запомните, да, кто сейчас до сих пор слышит коллекторов? Фирма «Феникс», как бы она круто себя не позиционировала, перестала существовать, так как ее и не было. Это были звонари из Тинькова, называющие себя «Фениксом». Вроде как птица, которая не горит, потухла. Ну вот, смотрите, для каждой из вас имеет возможность затушить свою собственную птицу, как бы она ни называлась. В этом случае, вот гляньте, да, только он почувствовал, что сейчас ему действительно придется вступить в то самое дерьмо, и потом это уже отрицать не получится. Он просто предпочел кинуть трубку. В этом его единственная заслуга. Вот здесь сработал ум, мозг и, может быть, немножко самоуважение. По-другому объяснить-то невозможно. Ну, я вот так, во всяком случае, считаю. Конечно, если бы он продолжил разговор, то мы бы с вами порадовались еще намного дольше. Потому что я был настроен как раз-таки сидеть и общаться с ним столько, сколько получится. Я их чувствую. Герпес Адольфович, точнее, чувствует ту жертву, которую можно, ну, просто в блин раскатать совершенно спокойно. Для вашего, кстати говоря, удовольствия. И для тех, кто недавно на нашем канале для, скажем так, для науки, для демонстрации возможностей и вообще для развенчания вот этого статуса великих и ужасных коллекторов. Действительно, они никакие не великие, не ужасные. Никто, не звать их никак. Кто не в курсе, кто недавно на нашем канале, подписывайтесь скорее на наш канал. Следите за нашим творчеством. Есть ссылочка в описании ролика на группу ВКонтакте. Там все наши ролики дублируются. Вы можете в группу вступить и совершенно спокойно слушать на все вот эти вот наши ролики из ВКонтакта. Ну и, конечно же, ссылочка на наш сайт для тех, кому нужно под юридическую защиту. Те, кто хочет избавиться, раз она всегда в документальном уже формате, действительно полностью, не виртуально, что называется, от кредитного времени, от долгов, от всех. Пожалуйста, ссылочка на наш сайт. Там выложена видеопрезентация, как устроена работа кредитных юристов нашей компании. Вы все там послушаете, поймете, что, сколько стоит, как мы работаем, на какой срок заключается договор, то есть все по полочкам. И примите то самое необходимое для вас решение. Может быть, одно из самых важных решений за последние несколько лет. Ну что, на связи был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания Алям. До свидания. Кузнецов Дмитрий